У нас 33 человека в высшей судебной палате, у нас 64 судьи в апелляционной палате Кишинева. Это самая большая апелляционная палата в стране. И это самый большой суд в фактически стране. Конечно, если мы возьмем суд в муниципе Кишинева, который сделали как бы один, но у него несколько филиалов, так скажем, не знаю, как это по-русски правильно сказать, то тогда этот суд, конечно, будет самым большим. Но если мы говорим о апелляционных палатах, то самая большая и самая влиятельная апелляционная палата с точки зрения юрисдикции и количества рассмотренных дел, это Кишиневская апелляционная палата. И мое несогласие с этим концептом реформы следует следующим. Кишинев единственный муниципалитет по-настоящему муниципалитет в стране. Здесь 70% экономики и финансов сконцентрирован. 70% экономических агентов, юридических лиц, компаний. Соответственно, самое большое количество обращений в суды. И самая коррумпированная и самой плохой репутацией апелляционная палата всей страны, это Кишиневская апелляционная палата. Если мы переатестовываем только 3 человека из 64, мой вопрос, какой в этом смысл? И второй вопрос. Если у нас ВСП становится кассационной инстанцией, и они рассматривают больше 10-12 тысяч дел в год, а рассматривают тысячу дел в год, эти дела где останавливаются? Они останавливаются на уровне апелляционной палаты. Соответственно, восприятие коррупции и неудовлетворенности работы системы возрастет. Вопрос встает логический. Зачем делаем реформу? Для того, чтобы превратить ВСП в лагерь пионеров, а в апелляционной палате все это превратить в абсолютный кошмар и коррупцию, которая уже и так, уже без этого является очень проблемным судом. Я предложил все апелляционные палаты тестировать, не только... Вот в этом мы согласны. Если все согласны, почему... Вот этот нюанс. В любой реформе должна быть логика, которая проходит красной нитью через все процессы. Вот, к сожалению, я не вижу на всех этапах логику этого процесса. И я был приглашен, когда появилась идея реформы ВСП, как... Это такой... Это быстрые победы такие. Это сценарий быстрых побед. Когда ты быстро что-то делаешь. Я сразу же поднял вопрос коррупционности апелляционной палаты Кишинева. И как это будет решаться. И я считаю, что эту концепцию нужно дорабатывать. Она неплохая, но у нее много упущений. Ей нужно дорабатывать. И Министерство юстиции обязано ее доработать. И включить, изменить свое видение в отношении переаттестации судей. Мы должны обязательно переаттестовать Кишиневскую апелляционную палату.